Всем привет! Новое видео на канале Gadgetmania. Сегодня мы поговорим о покупке бывшного MacBook'а, да еще и древнего года, в 2019 году, в декабре месяце. Сколько это стоит и вообще выгодно, нужно ли и оправдывает ли себя? Давайте начинать. Поехали! Итак, дорогие друзья, в первую очередь стоит отметить, что надо относиться к этому как к эксперименту. Можно ли пользоваться MacBook'ом, допустим, 2010-2014 года в современных реалиях с каким-то элементарным монтажом и с какими-то элементарными задачами? Я думаю, что да, можно. Я нашел на Авито несколько объявлений и, собственно, приехал проверять, продает сервисный центр, вы сейчас скажете, да, он там сделан, переделан, но так срослось, что в этом сервисном центре работает мой хороший знакомый Алексей. И, в принципе, он мне гарантирует о том, что этот конкретно ноутбук привезли с Финляндии, они заменили на нем клавиатуру на русском, поставили новый АКБ и, соответственно, вот реализуют, потому что, ну что, они будут вокруг себя складывать, поэтому давайте на него посмотрим более близко. Вот такая вот пятнашечка 2011 года, вот с таким вот оригинальным блоком питания. Здесь единственный нюансик у нас вот такой вот, но он оригинальный, но, как говорится, под шамамили, изолента всегда все лечит. Ну вот, давайте погнали. Давайте сначала по внешнему виду. Естественно, 2011 год, это непосредственно, в принципе, 8 лет назад, поэтому МАК, он юзанный, надо проверить, во-первых. Ну, тут его вскрывали, замена термопасты, обслуживание, присутствие всех оригинальных болтов, но вот здесь вот есть вот такие вот две резиночки, их уже дозаказали, стоимость каждой резинки там в пределах 100 рублей, поэтому надо понимать, что за эти деньги, за которые их продают, косметическое состояние будет следующее. Далее, оригинальная зарядка у нас в комплекте, удлинитель также в комплекте, это несравнимый бонус. Единственное, что здесь не работает, это вот этот оптический привод. Но, опять же, на этих моделях ноутбука, как правило, ставят сюда жесткий диск, а на заместо родного HDD на 500 гигов ставят SSD. Итак, открываем и смотрим внешний вид. Клавиатура у нас переделана на русский язык, то есть поставлена, заказана, поставлена. Заменен АКБ, как я и сказал, сейчас 5 циклов, это очень легко проверяется в настроечках. Все это делаю через телефончик, об этом Mac. Здесь, кстати, вот так вот это все по характеристикам. Вы скажете, ну, 384 мегабайта оперативной видеопамяти, люди, он будет тянуть монтаж не 4К, а Full HD. В принципе, без каких-либо проблем, это проверено обзорами и людьми. У нас 6 циклов заряда аккумулятора, поэтому тут никаких проблем нет. АКБ поменим, и все здесь работает. Далее смотрим, что у нас по внешнему виду. Царапины, коцки, естественно, где-то можно будет обнаружить. Проверка всех портов, они здесь все работает. Микрофон, это все я проверил. И Wi-Fi, и звук, и Bluetooth, в принципе, работают без каких-либо проблем. Дальше, открываем Safari и смотрим по быстродействию. Сейчас HDD, да, может быть какие-то затупы, но опять же надо понимать. Так, YouTube. Надо понимать. Поставим SSD, поставим еще дополнительно память. Сейчас здесь память, смотрим, как 4К, на всякий случай, да, 4К ролик. И вот смотрим на этого прекрасного льва. Есть ли загрузка, точнее задержка в загрузке, воспроизведение. Трекпаду, все здесь перематываем. Wi-Fi такой слабенький, поэтому вот так вот это все дела у нас отображаются. Да, дисплей не резина. Да, 1400, насколько там, насколько там. Но, в принципе, друзья, когда я вам скажу в конце видео, сколько стоит данный ноутбук, вы скажете, дайте 2 и сразу напишите VLS продай, продай, продай. Друзья, ну что тянуть до конца видоса. Данный ноутбук стоит, в принципе, 15900 и плюс доставка по России, если что. Вот в пределах такой суммы нужно понимать. Есть ли у вас в городе такие объявления на Авито? Ну, опять же, открываем Авитошку и смотрим. Если хотите забрать этот ноутбук, ну, пишите мне в VLS ВКонтакте, может быть, договоримся, потому что 15 дюймов, а и 7-й Proz, в принципе, сейчас у нас здесь стоят так, это все открывает, все время не те настроечки. Сейчас у нас здесь стоит 6 гигов оперативки. У него родных было 2 по 2, но сейчас поставили на 4 гига просто у парней планки 2 на 4 гига нету. Как появится, соответственно, будет 8 гигабайт. Вот. Ну, друзья, это печатающая машинка. Это будет лучше любого ноутбука, который стоит от 20 до 40 тысяч рублей. Я вас уверяю. Эта машина просто не позволит вам, как говорится, обламываться, работая в интернете, работая с просмотром каких-то фильмов, дома посмотреть что-то сделать, потому что я сейчас полностью перешел на iPad Pro 11 дюймов. Я на нем монтирую, в принципе, неплохо. Мне нравится, но все равно каких-то, может быть, пресетов, плагинов не хватает, хотя на iPad Pro можно монтировать с помощью применения лутов, красить видео, делать какие-то красивые переходы, но все равно надстройки, которые я пользовал Final Cut Pro, мне, ну, вот я полгода уже, даже чуть меньше, наверное, месяцев 4 пользуюсь iPad Pro, как бы, и мне немножко все-таки не хватает. Поэтому MacBook, как печатающая машинка, как некое окно в интернет, быстренько дома открыл, стоит на столе, если надо, куда-то взял, пошел, ну, 15 дюймов. У меня никогда, я всегда пользовался либо Air, либо прошкой 17-го, 18-го годов на 13 дюймов. У меня никогда не было 15 дюймов, поэтому для меня это некий эксперимент, и сейчас будем подводить итоги видео, и я вам скажу, что я думаю по этому поводу, и что дальше будет происходить с этим ноутбуком. Собственно, вот такой получился видосик MacBook Pro на i7 процессоре 2011 года за 15 990 плюс отправка по России. Соответственно, смотрели на Авито, и получилось так, как оно получилось. Если хотите такой, пишите мне в ЛС. В принципе, я, может быть, за эти деньги вам и отдам перед Новым годом. Почему бы нет? Может, накинуть тысячу вверх для того, чтобы оправдать всю эту суету. Далее. Считаю ли я это победой? Ну, на самом деле, да. Потому что в 2019 году в основном люди выходят в интернет с помощью своих смартфонов, планшетов, планшет на Андроиде, такое себе. В основном это Айпады. Ну, я как пользователь Айпад Про реально понимаю, что все-таки для некоторых вещей иногда не хватает настольного ПК, то есть настольного ноутбука, который ты придешь домой, сядешь за столик, сядешь в диванчик, как говорится, с удовольствием откроешь, начнешь пользоваться, потому что есть какие-то программы, какой-то специальный софт. Вы сейчас будете говорить, да все есть на Айпаде. Нет, друзья, есть определенный софт. Да дело привычки. Все-таки ноутбук это ноутбук. А MacBook, условно, там плюс-минус 250-300 долларов, будет ли он работать? Да я более чем уверен, будет работать. 8 гигов оперативки, вводнутые SSD, там, гигов на 200-500, которые сейчас можно купить по акции. Ссылка в описании на магазин какой-нибудь DNS. DNS я воткну, для того, чтобы вы понимали, какой порядок цен на декабрь 2019 года. И вы должны понимать, этот эксперимент я считаю удачным. Дальше мы будем дорабатывать. Поставим ножки, поставим сюда SSD. С парнем я буду сотрудничать, поэтому подписывайтесь на канал. Я думаю, много снимем еще интересных видосов вместе с ними. Ставь лайк или дизлайк, пиши Donald Duck в комментариях под этим видео. Я тем самым понимаю, что вы посмотрели до этого момента и очень вам благодарен. Всего доброго. У меня есть, что вам рассказать еще. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok